Продолжаем выпуск. У граждан Молдовы нет оснований отказываться от летнего загранотдыха, заверяют представители отечественных туристических компаний. Теракты и политическая нестабильность далеки от райских побережьей, поэтому желающие провести отпуск в той же Турции могут смело заказывать билеты. Причем туроператоры советуют делать это сейчас в разгар спецпредложений и раннего бронирования. О том, какие направления пользуются спросом в этом году, а также особенностях национального туризма в репортаже Ольги Гриненко. В нынешнем сезоне лидирует Болгария. Число желающих отдохнуть на ее побережьях, причем не только из Молдовы, вырастет вдвое, прогнозируют туроператоры. Неделя в отеле с завтраком обойдется примерно в 100 евро. Все включено от 150 и выше. А вот Турция в этом году туристам не досчитается из-за произошедших там недавно терактов. Люди боятся рисковать, а зря, говорят агенты. На границах, в аэропортах и даже отелях усиленные меры безопасности. Туроператоры не настаивают. Тем более, что молдаване стали чаще выбирать Кипр, Черногорию или другие экзотические страны. Благо, безвизовый режим. А вот от отдыха на Украине наш турист отказался. Впрочем, не ездить далеко и здорово отдохнуть можно и дома. Тем более, что местный туризм в Молдове становится все интересней. Мы ездим в разные уголки нашей республики. Мы знакомимся с ремесленниками, мы знакомимся с новыми музеями, которые появляются в тех или иных населенных пунктах. Главное в планировании отдыха не попасться на удочку мошенников. Они не заключают с туристами договоры и предлагают нереально низкие цены.